Мост через реку Атца в селе Тушна давно требовал ремонта. Переправы соединяет две части населенного пункта. Через нее едут, чтобы добраться до Сингелея и других сел. Асфальтное покрытие за много лет пришло в негодность, а пешеходный переход был небезопасен. По словам подрядчика, мост был непригодный для нормальной эксплуатации. Ему была присвоена первая категория аварийности. В этом году началась его полная реконструкция. Старый объект находился в очень плохом состоянии. Были, как сказать, разбиты опоры, насадки моста. Требовалась замена тротуарных плит. Существующий мост разобрали. Сейчас рабочие шлифуют откосы, устанавливают сваи под ограждение, ремонтируют поверхности опор. На реконструкции моста задействовано 10 работников. Все они трудятся, не покладая рук, чтобы обеспечить село мостом, по которому едут автомобили скорой помощи, почты и просто жители села. Гарантированный срок эксплуатации составляет 7 лет. Несмотря на такую ненастную погоду, работы ведутся в полном ходом. Ведь планируется сдать объект раньше положенного срока. А в Меликетском районе реконструируют мост через реку Грязнуха у села Степная Васильевка. Ремонт первой половины моста завершен. Сейчас ведутся работы на второй половине. К первому сентября планируют привести проезжую часть в порядок. На данный момент выполнена работа по подъему балок пролетного строения и установка их на новые опорные части. Также осуществлена работа по разборке конструкции мостового полотна, по разборке сопряжений моста. В 2022 году по нацпроекту отремонтируют мосты через реку Барамытка, в селе Байдулина Теренгульского района, через ручей Крутой у села Чеботаевка Сурского района, через реку Грязнуха у села Степная Васильевка Меликетского района и реку Атца в селе Тушно. В 2023 году планируется отремонтировать еще 11 мостовых переездов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.